здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства и сегодня мы поговорим о плодородии теплицы о плодородии почвы теплицы каждый год мы высаживаем одни и те же культуры это томаты перцы огурцы баклажаны в итоге почва очень быстро истощается и в ней накапливаются различные патогены так как в теплице не может соблюдаться должным образом севооборот как же улучшить плодородие почвы и сделать севооборот сегодня я расскажу вам в этом ролике первый способ улучшения плодородия почвы в теплице это посев сидоратов осенью после того как мы убрали теплицу от наших растений выбросили кусты томатов перцев можно приступить к посеву сидоратов какие же культуры можно использовать в первую очередь это крестоцветные культуры это белая горчица рапс масличная редька и другие крестоцветные культуры хорошо обеззараживают почву оздоравливают почву и отлично обогащают почву органическими составляющими при их заделки в почву в осенний период также в теплице можно посеять озимую рожь озимая рожь очень хорошо и быстро наращивает зеленую массу может расти в теплице даже зимой когда есть положительные температуры и к весне образуется плотный ковер ржи весной ее нужно скосить либо порубить лопатой и заделать в почву благодаря большому объему зеленой массы заделка в почву ржи дает тот же эффект что и внесение навоза либо компоста в таком случае другие органические удобрения вносить не нужно тем более что томаты остро реагирует на избыточное питание и если внести еще дополнительно другие органические вещества в почву будет жирование томатов в ущерб цветению и плодоношению нужно отметить перед тем как заделывать сидораты в почву под перекопку их нужно немного подсушить подвялить чтобы не происходили в почве гнилостные процессы а также не было подкисления почвы сидораты также можно высевать в почву не только осенью но и весной до момента посадки наших основных культур в теплицу но нужно отметить что такой способ не слишком рациональный гораздо лучше весной в теплицу посеять различную зелень это может быть редис это может быть лук шпинат салат и другие культуры благодаря такому посеву мы получим ранний урожай зелени будем соблюдать севооборот а также оздоровим почву вторым способом как улучшить нашу почву является внесение органики в качестве органических составляющих можно применять перепревший компост либо навоз его вносят осенью под перекопку либо весной из расчета 1 10 литровое ведро на квадратный метр в компосте очень много различных элементов питания микроэлементов которые будут благоприятно влиять на почву сделают ее более плодородной рыхлой и легкой но нужно учитывать что в компосте либо навозе может быть как полезная микрофлора так и патогенная поэтому нужно обеззаразить почву я предпочитаю обеззараживать почву с помощью биопрепаратов это может быть препарат на основе триходермы вот такие гранулы достаточно 1 чайной ложки на 10 литров воды для полива почвы если у вас нет таких препаратов под рукой можно использовать другие способы обеззараживания не применяя никакую химию например можно использовать вот такие древесные остатки это трухлявые пни из леса в них содержится актиномицеты которые благотворно влияют на здоровье почвы а также присутствует триходерма которая помогает справляться с различными патогенами для внесения в почву понадобится 23 литра измельченных остатков трухлявых пней под перекопку также труху можно вносить непосредственно в лунки примерно по горсти для тех кто не хочет применять химию в огороде можно использовать и другие удобрения например древесную золу древесной золе как все мы знаем содержится многие полезные элементы питания это фосфор калий кальций и другие микроэлементы зола отлично раскисляет почву если она у вас кислая на щелочных почвах все-таки золу не нужно применять это усугубит ситуацию и растение смогут усваивать многие полезные элементы питания очень хорошо вносить золу и готовить раствор для полива особенно актуально для томатов опять же как и рассказывал в предыдущих роликах нам понадобится один стакан золы один стакан 9 процентного уксуса на 10 литров воды таким раствором можно подливать томаты это отличная профилактика от вершинной гнили и при таком поливе будет хорошо усваиваться необходимы для томатов кальций у меня в теплице почва слабокислая но залу я использую в небольших количествах на метр квадратный вношу примерно стакан золы под перекопку вот такими простыми способами можно улучшить почву в теплице она станет легкой структурированной и плодородной спасибо за лайки и подписку до новых встреч